Вы просили меня устроиться перегонщиком каршеринга, вот я устраиваюсь. После общения меня пригласили в офис, но потом перезвонили и сказали пройти обучение онлайн, то есть приезжать никуда не нужно. Так, вот эти три шага вам нужно будет пройти. Шаг один, пройти обучение онлайн, подписать договор онлайн и связаться с куратором. С куратором потом встречаетесь, как мне рассказали, он все показывает, то есть с ним работаете первый день, а второй день уже сами выходите. График свободный, будете работать как самозанятый. И вот я прохожу обучение, и тут уже говорится о штрафах. После вас автомобиль должен быть чистым абсолютно, соринки даже не должно быть. После того, как вы помыли автомобиль, нужно в него садиться, протирая свою подошву, то есть абсолютно чистым. Сейчас я в дальнейшем не буду показывать, но тут очень много вкладок, надо все это изучать перед работой. Если хотите, ссылку я вам оставлю. Что вы должны брать на смену? Водительское удостоверение, смартфон с Android 6.0 и более, и камерой 12 плюс мегапикселей, автомобильная зарядка для телефона или пауэрбанк, фонарик, а также тряпки для уборки. На все у меня ушло около часа полтора, чтобы везде зарегистрироваться, скачать все приложения, подписать договора электронные. Короче говоря, много итераций приходится делать, но они все легкие. И тут после всех этапов у меня показывается доход за октябрь. Ну, к примеру, да? То есть уже можно смотреть доход, пока я еще не приступил к смене. Посмотрим, что за работа. Сегодня первый день буду выходить. Интересно. Все приложения уже скачал, а приложений очень много нужно скачивать. Специальные приложения для отслеживания вождения, для фотографий, и специальные приложения для каршеринга, чтобы войти в сервис-менеджеру. То есть график свободный, и район тоже. Сами выбирайте, по какому району работать. Где ближайшая мойка к вам. Так что это тоже огромный плюс. Работа здесь, если что, только в ночную смену, повторяюсь. Если вы ночью сможете работать, то работа вам подойдет. А еще мне с собой сказали взять тряпки, чтобы убирать автомобиль. Но у меня нет тряпок. Если что, куплю на заправке. Или в магазине автозапчастей. Сегодня придется работать до утра, поэтому закапываю Силанг. Он всегда при стрессах помогает. Все-таки работать придется ночью. Не знаю, во сколько сегодня отпустят, и закончится стажировка. Все, теперь можно спокойно работать до утра. Я думаю, все я сегодня запомню и осилю. Главное это вникать в работу и не переживать. До первой тачки вы добираетесь своим ходом. Я, например, на машине это делаю. А потом уже от тачки до тачки добираетесь на каршеринге. Подъехал по адресу, уже увидел каршеринг. Около мойки стоит. Сейчас подойду к своему учителю, который меня сегодня будет обучать. Так, возле данной мойки мы начинаем. Все приложения уже скачаны. И сейчас поедем к первой машине, скорее всего. Куратор сказал, что еще стажеры сейчас подойдут. Поэтому будем обучаться. До первой машины ехать 13 минут 10 километров. Пока я стоял на улице, подошли еще два стажировщика. Мы забронировали одну машину. И наш учитель отпустил нас со стажером в свободное плавание. То есть мы поехали уже осматривать первую машину вдвоем с учеником. И теперь в видео вы увидите, как мы уже работаем с приложением. Что мы делаем, когда подходим к машине. Начали мы работу с каршеринга Яндекс Драйв. В смысле, поработал? Ну вот хуяре сегодня, который работаю сейчас. Ну учусь типа, понял? Так, нажимаю двигатель, да? Свайп направо. Она открывается? Да, тачка открылась. Дальше у тебя открывается приложение. Короче, открываем вот эту хуету. А, сфотографируем повреждение. Да, и... Осматриваем. Так, осматриваем тачку. А ты кому гайд записываешь? Сам себе. Чтобы потом не тупить. Скинешь тогда, если что. Да, да, если что, потом скину. Это блевотина. Это блевотина. Да. Он сказал, типа, на покраску вообще внимания обратил. Да? Серьезно? Да, внимание обратил, короче, понял? За потертости какие-то жесткие. Так. Размятины были. Как всегда, все разъебано, да? В багажнике. Пахнет вином, чувствуешь? Да. Или еще чем-то. Алкоголем. Бывше употребленным. Вот этот за 7 на все это. Да. Так. Вот это фотографирую. Ну, лучше издали, чтобы, типа, плавно вся картина видна была. Да. И лучше вот так даже, мне кажется. Какое же качество плохое на Android. Ну ладно. Так. Здесь нету, да? Нет. Да, если. Теперь салон. О! О! Чем тут занимались? Куча салфеток. Алкашка, блядь, салфетки, нахуй. Сейчас еще порошок какой-то будет. Да, не дай бог. Да, вот эти салфетки. Ну, на всякий случай, сводкаю. Грязно было. Блядь, ты выкину там надо, наверное, нет? Да. Ну, я думаю, на мойке, да? Там же уберут все равно. О! Энергетост. Вот чем пахнет. Блядь, это точно не энергетик. Дай-ка. Не энергетик? Думаешь? Адреналайн? Ну, он вкусно пахнет. Да, нормально. Никак, блядь. Это я чувствую. Так. Догонишь, вместе поедешь. Я думаю, в любом случае нам туда ехать. Да, в любом случае встретимся. Ну, я погнал тогда. Ты тогда погнал? Да, давай. А, сейчас подожди. Я заведу, вдруг она вообще не заведется. Ну, заводи прям сейчас. Так, подожди. Сейчас. Нажимаешь, короче, готово и принять все. Так, готово. Все, поехали, да? Да. Так, ты адрес знаешь? Найду. Выполняйте содействие. У нас, слава богу, бесплатно все. Посмотри, смотри, какой адрес стоит. Сейчас. Попробую завести. Саянская, 13, корпус 1, строение 2. Понял, давай. Давай, встретимся, короче. Коллега поехал, стажер тоже сегодня обучается. На Саянскую, на мойку. И я тоже туда. Это моя первая машина, перегонки машин. Так, время у нас 0.42, как видите. Здесь тоже в Яндекс.Драйве показывается время. Вот такая работа в ночное время. Но машин все равно достаточно много. Летом мы только моем машину. То есть, мы сами не будем мыть. Моющих сам моет. Наше дело только пригнать машину. Потом на этой же машине доехать до следующей машины. И так всю ночь. За машину платят от 120 до 190 рублей. В зависимости от того, сколько машин вы помыли. Зимой мы заливаем также технические жидкости. Это, например, омывайка. Вот так выглядит работа переугонщика. Заезжаем на мойку. Вот, впереди мой коллега-стажер. А сзади наставник едет. Мы все едем на Яндекс.Драйве. Тут еще белка стоит. Вот так заезжаем. Дальше куда? Старт плановой мойки. Нажимаю, удерживаю. Потом до мойки делаем фото по кругу. Чтобы не было повреждений. Вынужден сразу сообщить, что с Дели Мобилем мы не работаем. На данный момент едем на мойку Белка Кар. У Белки Кар своя мойка. У Яндекс.Драйва своя. Насколько я понял. Сети Драйв мы сегодня не затрагиваем. То есть, пока у нас автомобили от Яндекс.Драйва моются. Мы берем Белку и отвозим ее на свою мойку. Желательно работать с коллегой. Если вы в ночь выходите, чтобы он вас довозил до Белки. А пока Белка занята, то до Яндекс.Драйва. Вот так. В общем, работа для тех, кто любит машины и ездить ночью. И кто любит ночью не спать. Можете под свою музыку ездить, кататься. И алгоритм очень простой. Сначала кажется, что все сложно. Потому что нужно работать с сайтом, с приложением. Там все может быть непонятным сначала. Потому что много цифр, много букв. Но когда привыкаешь, уже становится прикольно даже. Сейчас я работаю на данный момент 1 час. Работать придется с приложениями Яндекс.Сервис, Белка, Тикет. А также работать придется через Телеграм-бот. Когда вы берете машину, вы всегда добавляете ее в Телеграм. Номер автомобиля. Номер автомобиля хорошо копируется в буфер обмена. С сайта, либо с приложения. Сначала вы будете работать на качество, а потом уже на количество. Заработать можно 60 тысяч и более в месяц. Машины мы берем. Те, которые находятся от нас в 30 минутах езды. Дальше мы не берем. Потому что на одну машину тогда будет уходить больше часа. Огромный плюс этой работы, конечно же, то, что вы не будете мыть машину сами. Короче говоря, если вы активный пользователь каршеринга, блин, это работа для вас, прям вот для вас, короче. Можно даже в кайф работать, если научитесь. И, в принципе, тут свободный график. И работа, как я уже сказал, повторюсь, вблизи дома. Это, конечно, огромный плюс. Допустим, мне сейчас до дома ехать всего 3 минуты. Даже пешком мне сейчас, если идти, это 10 минут. Если обнаружили повреждения на одной из машин каршерингов, то открываем приложение специальное, не помню, как оно называется, потом скажу, которое определяет ваше местоположение. Фотографируете повреждения и отправляете в специальную группу в Телеграме. Это приложение на фотографии оставляет отпечаток местоположения. То есть он пишет адрес, где была сделана фотография. Поэтому все фотографии делаем только через него. Так, вот, по-моему, здесь мойка, да? Я приехал по адресу. Если какие-то вопросы у вас есть, вы всегда можете написать диспетчеру. Ну, в день стажировки можно писать куратору, а так у вас будет поддержка, даже если вы будете работать после обучения. Впервые сидя в каршеринге, мне не хочется никуда торопиться, потому что я не плачу за минуты. Но это только стажировочный день, а когда наступит рабочий день, нужно будет помыть как можно больше машин. Так, давайте, пока у меня есть время, я вам покажу, как выглядит работа. В телефоне именно, в браузере Google Chrome открыты три вкладки. Первая это сам, тикет Белка, по-моему, так называется сайт. Здесь одна машина у меня открыта, и здесь вторая, которую я забронировал. Здесь вы видите все данные машины. Номер, широта, долгота, где находится машина. Сколько можно проехать без забравки? Напряжение, вот, 12 вольт, 12,6. Пробег 18 тысяч километров. Вот здесь 18 тысяч тоже показывается. Номер топливной карты, юридическую фирму, СТС, где выдан. Вообще вы все видите, как работник. У Яндекс.Сервиса вы видите тоже, какие машины вы сейчас обслуживаете. Допустим, Рено Каптюр, Ниссан Кашкай. Тут уже работа с приложением, потому что, как мне и объяснил куратор, у Яндекса больше денег, чтобы разработать приложение. И поэтому с Яндексом, конечно, проще работать. А у Белки вся работа осуществляется через браузер. Вот так выглядит рабочее приложение Яндекс.Драйва. То есть вы нажимаете, например, сюда, выбираете машину, и у вас тут тоже вся информация выходит. Допустим, в клиентском приложении такого, конечно же, вы не увидите. Время простое тут показывается. Допустим, 1 час 47 минут эта машина без аренды стоит. Список задач можете посмотреть. Вот, полный бак, бортовой компьютер, удаленный прогрев, старт плановой мойки. Так, можно забронировать последний маршрут, фото повреждений, и можно доехать до нее, нажав маршрут в навигаторе. Автоматически построится маршрут. А работать вы будете, как я уже сказал, только по своему району. Вот видите, я нахожусь где-то в Перово, да? Вот, мы берем ближайшую тачку, ближайшие. Допустим, если это занято, то берем эту, эту, эту. Вот. А, берем только те, которые с оранжевым кружочком. Вот их берем. Конечно же, те тачки, которые находятся в центре, на севере, мы не берем. Если вы на севере живете, то можете обслуживать машины, которые на севере находятся. Допустим, в Коптево или Балтийское. В общем, работа недалеко от дома, в 10 минутах буквально. Так, теперь смотрим, какие чаты и боты вы будете использовать. Carfix, CarvashBot. Это по работе будете использовать. Потом повреждение автомобилей, чат. Вы в нем будете участвовать и скидывать фотографии. Допустим, нажимаем повреждение автомобилей. Вот, тут все сотрудники скидывают повреждения. Допустим, человек работает по сети Drive. И тут показан адрес. То есть, люди работают по Санкт-Петербургу, Сочи, Екатеринбургу и так далее. Вот это я скинул сегодня. Шестая парковая, видите? Повреждение увидел на капоте, сфоткал и скидываю сразу в чат. Вы используете WorkShiftBot. Вот этот, для чего он? Тут вы указываете номер автомобиля. Также тут есть номер куратора, ночной диспетчер, который будет вам помогать и так далее. Все, подъехал мой куратор, сейчас будем мыться. У нас тут три машины стоят. Белка, Яндекс. Три машины сейчас сразу будем мыть. Точнее, не мыть. Оставим, скорее всего, а потом на служебной машине поедем за другой. После того, как помыли машину, осматриваем фонариком. Причем, под ковриками тоже должно быть. Так, фотографируем. Так, после мойки проверяем настолько чисто, чтобы было. Даже маленькие соринки, это уже косяк. Будет штраф, тысяча рублей, по-моему, или даже две. И потом по кругу после мойки фотографируем машину в это приложение, Яндекс.Сервис. Так, после того, как помыли машину, приняли, отфоткали, конечно же, едем на ней до другой машины, которую забронировали. Привозим ее на мойку и так по очереди. То есть, работаем по своему району. На данный момент я езжу на Каптюре. Но пока что наставник сказал выехать сюда и ожидать. Видимо, вместе поедем на этой тачке потом. Вот, как я уже сказал, вот машину помыли, да? Нужно быть очень внимательным. Сейчас свет включу. То есть, каждый косяк проверяется. За все вы будете отвечать. Соринки не должно быть. До каждой соринки докапываются. То есть, машина должна быть очень чистая. Блин, кстати, смотрите, тут даже сидение было прожено. Вот, я этого не заметил. Видите, это уже косяк. То есть, это могут, если что, на вас повесить. Хотя, я думаю, если это сделано давно, некоторые пользователи это уже всоткали, то на вас уже могут даже не повесить. Но на каршеринге часто бывает такое, как и на таксишных машинах сидение прожженное. Уровень омывайки вы тоже должны фоткать. И панель тоже. Тут, как видите, все често. Мойкой автомобилей занимаются афроамериканцы. Они работают очень дешево и не выпендриваются. Как сказать, даже здесь, вот там, где мы сейчас Яндекс.Драйв моем, и Белку Кар, работают афроамериканцы. Но не с такими прическами, модными, да, такими. Ну, в африканском стиле, так сказать. Но почему-то работают они очень дешево вообще. Видимо, потому что приехали из стран третьего мира. То есть русский человек и даже азиат за такую сумму работать не будет. Там у них оплата идет за одну машину каршеринга, то ли 60, то ли 70 рублей. Короче, не больше 80 рублей у них выходит за мойку. Очень маленькие деньги. А работы очень много. Так, сейчас, короче, куратор уехал с другим учеником. Я буду один выполнять первый раз полностью всю процедуру приемки. Даю до машины и отвезу на мойку. Сейчас главное не запутаться и все делать по очереди, по алгоритму. То есть, смотрите, я сейчас на Каптюре, да? Я его сейчас обслуживаю и скоро буду завершать. Завершать я его буду около следующей машины. То есть я еду забирать следующую машину. Вот, Ниссан Кашкай нажимаю. А этот Каптюр оставляю там, где забираю Ниссан Кашкай. Просто нажимаю маршрут в навигаторе. Сколько мне ехать до этой машины? 12 минут, 6 километров сейчас поедем. И ее будем отвозить, чтобы помыть на улицу Перового поля, на мойку. Вот, если будут вопросы, можно всегда обратиться к куратору. Он всегда поможет. Сразу скажу, дрифтить тут не получится. То есть приложение отслеживает, как вы будете ездить. Нельзя превышать скорость. Кстати, Яндекс повышает цены тем, кто превышает скорость. Здесь тоже нужно строго соблюдать правила. И парковаться по правилам. Короче, здесь тем более. Потому что здесь вы работаете. Здесь вы не просто пользователь каршеринга, а работник. Работа действительно для тех, кого реально достали пассажиры в такси. Если вы, допустим, таксист и не любите пассажиров. Блин, здесь вы катаетесь весь день один. Вот. Очень прикольно. Она, работа такая, своеобразная. Именно своеобразная. За каждую помытую и обслуженную машину вам платят от 120 до 190 рублей. Чем больше вы машин моете, если от 21 и выше, то уже 190 идет. То есть, чем больше машин вы за ночь обслужите, тем больше заработаете денег. Работа, так сказать, на расслабоне. Никто вас не подгоняет. Вы можете одну машину за ночь сделать, а можете несколько десятков. Ну, как успеете. Вы просто смену выбираете. Смотрите, таксист по встречке едет. Я в шоке с него вообще. Тут вообще-то двустороннее движение. Он пофиг фигачит по встречке. Смотрите. Через сплошную пофигу ему, короче. Вот сейчас куда он едет? Ты даун, что ли? Вот реально сейчас чуть авария не случилась. Идиот. Приложение также отслеживает, как и клиентское, так и служебное. Сука, заткнись, ебаный в рот. Хочу также отметить по поводу стиля вождения. Приложение отслеживает не только скорость, но и манеру вождения. То есть, дрифт. Если вы дрифтите, у вас автоматически цены повышаются. Даже в клиентском приложении. А если вы работаете в кашеринге, то у вас будет вообще штраф. Также нужно плавно ускоряться и плавно тормозить. Если вы будете все делать резко, цены тоже повышаются. А в рабочем приложении будет штраф висеть. Ну а так, на данный момент нахожусь в Гальяново. То есть, от своего района я недалеко ушел. Будете кататься в пределах там максимум 20 минут от дома. Так, подъезжаю к тачке, а вот и Кашкай стоит. То есть, как раз тут место есть рядом. И я могу прямо сюда воткнуться. Вот на этом Кашкайе я сейчас поеду на мойку. На улице Первого поля. А эту тачку я оставляю. И когда я оставляю, я ее фоткаю со всех четырех сторон. Что припарковал по правилам и без повреждений. Так, смотрите, что делаем дальше. Заходим в приложение Яндекс.Сервис. Вот так оно выглядит. Каждый раз, когда заходите, нажимаете «Да». Использовать последний набор фильтров. Рено Каптюр нажимаете. Так, перед завершением аренды заходим в приложение Таймстэмп. Вроде. Оно определяет геолокацию. И с четырех сторон делаем фотографию. Допустим, вот. Раз. Напоминаю, уже на стадии стажировки вы материально ответственны за все. Но это и нормально. Конечно же, вы не будете гонять. И врезаться во все подряд. Так, со всех четырех сторон. И с этой стороны тоже. То есть, типа, вы припарковали в положенном месте и без повреждений. Если что, в телеге у вас все инструкции есть. В общем, у меня такая проблема. Кашкай мой пропал с поля зрения, с карты. Видите, я рядом с ним стою. Вот он, Кашкай. Увеличиваю карту и рядом нет ее. Но сейчас куратор ответит и поможет. Так, стоял я около этой тачки минут 10-15. Пока с диспетчером не решили. Вот тут ночной диспетчер есть. Вы с ним переписываетесь и общаетесь таким образом. В общем, эта тачка оказалась у другого работника. И сейчас мне ее передали. Я ее забронировал в Яндекс Драйве. Заходим, смотрим. Вот, тут уже все данные у этого Каптюра. Ой, Кашкай есть. И теперь уже по инструкции можно работать. В общем, открываете машину. Она у меня уже открыта. Вот видите, да? Открываете с приложения, как обычно. И, как обычно, кардшеринг берете и ищите повреждения. Если находите, то фотографируете. Вот, допустим, обычное стандартное повреждение. Фара разбита, видите? Тут уже нужно будет фотографировать. После того, как убедились, что с машиной все хорошо, мы делаем этот. Добавляем авто в аренду. Копируем номер отсюда. Вот. Сразу копируется номер. Заходим потом в Телеграм. Это обязательно нужно делать. Carfix, Carvash, Bot. Добавить машину. Нажимаем. Подождите. Укажите номер автомобиля. Вставляем скопированный номер. Нажимаем отправить. Это нужно, повторяю, сделать хоть с Белкой Car, хоть с Сити Драйв, хоть Яндекс Драйв. Потом, что вы делаете? Кажется, что очень сложно, но на самом деле действительно так. Когда вы первый раз делаете, конечно же, все сложно. Даже мне. Вот. Нажимаете Яндекс. Все. И потом едете на мойку, которая будет вам указана. Все, поехали. Сейчас машина включается сама. То есть разблокировывается. И заводим. Все. На ней вы уже можете ездить до мойки. Вот. Включаем фары. Печку там, я не знаю. Температуру регулируем. Тут у них удобно. Я на здраве то, что навигатор есть. Можем воспользоваться навигатором. И Алисой. С помощью Алисы построить маршрут. Ехать не до мойки 17 минут 8,7 километров. Почему мне кищит? Потому что я назад встаю, скорее всего. Вот. Хотя можно работать и в области. Допустим, в Реутове есть тачки там, мытищах, где угодно. Знаете, что хочу сказать, пока есть время? Такая работа подойдет, в принципе, каждому, у которого есть права. И который готов работать ночью. Но учтите, в первое время вам нужно будет включать мозги. Потому что много информации. Вам нужно уметь работать с телефоном на андроиде. И уметь пользоваться приложениями. То есть, если вы, грубо говоря, не можете с телефона заказать такси. Или элементарные вещи делать. То вам будет очень сложно. А тут много приложений. Тут вся работа практически с приложениями. Ну, я вроде все запомнил. Но первое время, да, естественно, в некоторых моментах будете тупить. Это нормально, кстати. Но учтите, что если вы на стажировку выходите, должны включить мозги по максимуму. Так, перед мойкой фоткаем машину. Вот я ее уже все отфоткал. По четырем углам разным. И все. И ожидаем. Когда машину помоют, тоже смотрим. Все проверяем. И нажимаем машина помыта. Так, потом следующий этап это омывайка. То есть, заливаем просто воду вместо омывайки. Так как сейчас еще не наступили морозы, заливаем обычную воду. Так, помыли нам Nissan Qashqai. Теперь мы ее фотографируем. Делаем приемку. Фото с четырех разных сторон. Фото панели. Фото подстаканников с этим. С бардачком открытым. Открытый бардачок обязательно фоткаем. И фотобагажник. Все. И потом едем ставить. Кстати, когда завершаете работу, можете на ней домой доехать. И завершить аренду. Список задач. А, ты уже делаешь маршрут? Да, четырнадцать минут. Короче, едешь ко мне. Оставляешь меня. Потом едешь к себе. И рядом с домом оставляешь. И завершаешь все. Так, ну все. Время у нас, знаете, сколько уже? Четыре утра. Сорок четыре минуты. Почти пять утра уже. Время настает. Пока я домой доеду, мне до дома четырнадцать минут ехать. Уже будет пять утра. То есть, когда будете работать, конечно, будете работать еще дольше. А так, сегодня стажировочный день. Стажировку я прошел. Вообще, на стажировку мы пришли втроем. Три человека. Все молодые пацаны. Один сразу ушел. Его что-то не устроило. Вдвоем мы остались. И вот доработали до пяти утра практически. Когда вы берете тачку, ну, в работу, вы на ней можете еще ездить очень долго. То есть, в Яндексе, например, я сейчас еду на Кашкая. Вот, еду в глубокой ночи, точнее уже утро, на Кашкая. Я могу ехать на нем пятьдесят километров без оплаты. И два часа она будет у меня. Два часа выделяется на работу с одной тачкой. Понятное дело, что вы не будете два часа возиться. Это невыгодно. Даже по самому высокому тарифу 190 рублей. Это невыгодно. Но, допустим, я сейчас отвез своего коллегу, с кем я стажировался. Он тоже стажировку прошел. И завтра уже, если захочет, сможет выйти на работу. И сейчас я еще еду домой на этой тачке. Вот мне осталось 12 минут ехать. Вот, показываю. И семь километров. Домой вы точно доедете на машине. После мойки. Мне вообще... Мой наставник сказал, который сегодня нас обучал, взять еще одну тачку. Белка. Но я сказал, не хочу. Я уже все понял, как работать. В принципе, если вы все поймете, вы стажировку можете окончить даже через два часа. Сейчас дает домой и покажу, как завершать аренду правильно. Завершать нужно аренду, как всегда, в этом. В приложении Яндекс. В приложении Яндекс.Сервис. И еще в Телеграме обязательно. Это нельзя забывать. Доехал я на этой тачке домой. Сейчас буду завершать аренду. Тут целая процедура завершения аренды через Телеграм и через приложение, как я уже говорил. Так, чтобы завершить аренду, нам нужно тачку сфоткать со всех сторон. Вот, с четырех углов. То есть это будет подтверждать, что вы припарковали ее правильно. По всем правилам парковки. Так, два. То есть по углам, именно по углам. Ну, с привязкой местности. Раз. Через приложение только специальное, которое записывает кеолокацию. Далее, завершаем аренду. Нажимаем прикрепить фото. Это все делается в Телеграме. Укажите номер авто из списка. Вот, 621, да, видите? Номер авто. Выбираем 621. Ожидание загрузки фото. Теперь загружаем все фотографии. Я ее по кругу отфоткал. Нажимаем сюда. Вот, фотографии. Все фотографии, когда вы работали с этой машиной, все прикрепляем их. Даже то фото, где вы заливали омывайку и фоткали, обязательно прикрепляем. Вот очень много фотографий, конечно, получается. Но их все нужно прикрепить. Вот, допустим, на мойке, до мойки, до начала еще аренды, повреждения, которые были. Все, получилось в общей сложности 21 фотография. Теперь ожидаем. Это все может долго грузиться, потому что фотографий весит много. Телеграм-бот пишет. Авто с номером X621 799 доступно. Так, теперь заходим в приложение Яндекс.Сервис. Ниссан Кашкай у нас уже готов к завершению. Нажимаем завершить аренду. Вот сюда. Нужно долго нажимать и удерживать. Тут все кнопки нажимаются только таким образом. Долгим нажатием. Видите, да, машина у нас закрывается. И после этого уже не важно, что это с этой машиной случится. Теперь этой машины даже нет на карте. Так, теперь специально захожу в приложение клиентское Яндекс.Сервис и посмотрю, появилась ли эта тачка. Так, нажимаю Кашкай. 621, да, вот. Теперь ее обычный клиент может арендовать. Довольный, счастливый клиент поедет на чистой, заправленной омывайкой машине. Сотрудники Яндекса, если мало топлива, заправят ее. Она, кстати, уже топливом заправлена. И все жидкости уже есть. Так, ну что, вот и прошла первая смена на этом, на Яндекс.Драйве. Как видите, ничего сложного нету. Точнее, говорю, что на Яндекс.Драйве. В компании Carfix. Сейчас домой приду и думаю, сделаю выводы. На следующий день точнее. Чтобы видео получилось более информативным. Сделаю выводы по оплате, сколько платят и так далее. А работа, как видите, она в основном с приложениями, с телеграмом. Делать фотографии нужно, много фотографий. Правильно сдавать на мойку, правильно принимать с мойки. Правильно находить косяки и фиксировать их. В первое время вряд ли вы будете много зарабатывать. Первые несколько дней, я бы так сказал. Я думаю, за первые три дня лучше совершить как можно больше ошибок, чтобы потом их не совершать. И потом уже, думаю, можно зарабатывать. Хотя, думаю, с первых дней можно начать зарабатывать.